МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В Воронеже с рабочим визитом побывал министр просвещения. С начала года в регионе уже зафиксировано несколько случаев бешенства. Что сильнее всего подорожало? Что думают о суевериях високосного года в Воронежце? К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. МКС. Российский космонавт Константин Борисов рассказал об особенностях запуска бумажного самолетика в условиях невесомости на Международной космической станции. Борисов демонстрирует, что даже без дополнительного импульса самолет будет лететь по направлению воздушных потоков. В этом модуле основная воздушная масса движется со стороны служебного модуля в сторону узлового модуля примерно со скоростью 10 сантиметров в секунду. Если просто аккуратно отпустить самолетик, то он будет подхвачен этим потоком и полетит именно в эту сторону, что мы сейчас с вами и наблюдаем. По словам Борисова, на земле запуск бумажного самолетика осложняется наличием силы тяжести, которая тянет его вниз. Когда я запускал самолетик, я задирал его нос немного вверх. В авиации это называется угол атаки. Под правильным углом атаки набегающий воздух будет создавать подъемную силу. На земле эта подъемная сила борется с силой тяжести, которая стремится утянуть самолетик обратно на землю. И чтобы самолеты могли продолжать полет, им необходима дополнительная энергия, которую обычно обеспечивает двигатель. Космонавт также отметил, что из-за отсутствия силы тяжести в невесомости бумажный самолетик все время стремится вверх. А для его запуска достаточно совершить обычный бросок. Камбоджа. Бывший премьер-министр Камбоджи и президент Народной партии страны Хун Сен, а также другие официальные лица проголосовали на выборах в Сенат страны. Член камбоджийской партии Свеча Лим Сан поделился, что если Хун Сен станет председателем Сената, он должен будет обратить внимание на трудности государственных служащих и людей, когда они сталкиваются с опасностью или становятся жертвами. На момент публикации правящая партия Камбоджи, по предварительным данным, утверждала свое доминирование на выборах в Сенат, получив по меньшей мере 50 из 58 мест. Хун Сен ушел в отставку с поста премьер-министра в августе прошлого года после 38 лет пребывания на этом посту, а его сын занял эту должность в результате фактической наследственной передачи власти. Индия. Десятки фермеров вышли на тракторах в индийском городе Тханпура, штат Утар-Прадеж. В понедельник в знак протеста против всемирной торговой организации полиция контролировала протест, предотвращая перекрытие шоссе. Сообщается, что протестующие призывают индийские власти выйти из ВТО, считая, что политика организации принесет фермерам только вред. По сообщениям СМИ, подобные марши прошли в разных частях страны, в том числе в Пенджабе и Харьяне. По данным местных СМИ, акция протеста нарушила движение транспорта во многих местах. Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, ссылаясь на сообщения о том, что правительство США ввело новые торговые ограничения в отношении восьми предприятий из Китая и добавила в санкционный список девять китайских компаний за поддержку России, заявила, что нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не подлежит вмешательству какой-либо третьей стороны. Кроме того, официальный представитель МИД Китая ответила на критику США за наложение вета на немедленное прекращение огня в Газии в Совете безопасности ООН, призвав США предпринять конкретные действия, чтобы сыграть конструктивную роль в прекращении огня и деэскалации гуманитарного кризиса. В связи с тем, что новый избранный премьер-министр Тувалу Филети Тео, как сообщается, подтвердил свои связи с Тайванем, заявив, что отношения между странами прочны и вечны, Маунин прокомментировала, что мировое мнение и дуга истории склоняются к принципу «одного Китая». 183 страны мира установили дипломатические отношения с Китаем на основе принципа «одного Китая». Страны, которые все еще поддерживают так называемые дипломатические связи с регионом Тайвань, должны встать на правильную сторону истории и принять верные решения, которые действительно отвечают их фундаментальным и долгосрочным интересам, сказала Маунин. Тувалу остается одним из 12 государств, которые до сих пор официально признают Тайвань. Маунин также подтвердила сообщение СМИ о том, что Китай установил заграждение в устье отмели Скарбора, территория в Южно-Китайском море, оспариваемая Китаем и Филиппинами, заявив, что Пекин вынужден принять необходимые меры в ответ на действия Филиппин, которые, по словам Маунин, посягают на суверенитет Китая. Пресс-секретарь также выразила готовность Пекина работать с Белоруссией для расширения сотрудничества по всем направлениям и продвижения двусторонних отношений после результатов выборов в Палату представителей национального собрания, состоявшихся 25 февраля в Белоруссии. Иран. Жители Тегерана поделились своим мнением о 12-х парламентских выборах в Иране. Одновременно с появлением агитационных плакатов кандидатов, украшающих различные места по всему городу. Хамид, один из респондентов, сказал, выборы – это общественный и национальный долг, добавив, что отказ пойти на выборы – предательство самого себя. Айша Дарвин выразила другую точку зрения, подчеркнув, что она воздержалась от участия в последних выборах, несмотря на то, что имела на них право, из-за своего мнения, что индивидуальное участие не оказывает существенного влияния на развитие нации. Захра Махди поделилась, что кандидаты должны исправить экономическую, социальную и политическую ситуацию, а также международные отношения и разрушенное социальное положение страны. Ожидается, что 1 марта избиратели примут участие в выборах, чтобы проголосовать за новых членов парламента страны и Ассамблея экспертов – ключевого органа, ответственного за назначение верховного лидера страны. Кандидаты борются за четырехлетний срок в 290-местной палате. Палестина. Сотни палестинцев бросились за мешками с мукой на фоне продовольственного кризиса в секторе газа в понедельник. По данным ООН, около 2,3 миллиона человек в газе находятся под угрозой надвигающегося голода. А всемирная продовольственная программа на прошлой неделе прекратила поставки продовольственной помощи на север, отметив в своем докладе беспрецедентный уровень отчаяния. По данным агентства, распределение помощи в газе сталкивается с растущими проблемами из-за ухудшения ситуации с безопасностью в осажденном анклаве. Однако в СМИ появились сообщения о том, что Израиль согласился разрешить массовую американскую поставку муки для мирных жителей газы. Саудовская Аравия, председатель консультативного совета королевства Абдалла Аль-Аш-Шейх на встрече с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным в Эрре-Рияде в понедельник, заявил, что Саудовская Аравия уделяет чрезвычайно важное и серьезное внимание сотрудничеству с Российской Федерацией. Он назвал этот визит историческим для Консультативного совета и Саудовской Аравии и отметил чрезвычайно положительную динамику в развитии отношений между Саудовской Аравией и Российской Федерацией. Со своей стороны Володин назвал целью визита развитие парламентского измерения в двусторонних отношениях. Володин прилетел в Эрре-Рияд с рабочим визитом в воскресенье. Венгрия. Венгерский парламент ратифицировал в понедельник заявку Швеции на вступление в НАТО. Одобрение членства Стокгольма в Альянсе было приостановлено почти на полтора года сначала из-за Турции, а затем из-за Венгрии. Швеции удалось завоевать благосклонность Венгрии после визита в Будапешт главы шведского правительства Ульфа Кристерсена и сделки по продаже в стране четырех шведских истребителей. Хотя венгерский премьер Виктор Орбан и отверг связь между двумя событиями. Нидерланды. Во время слушания в международном суде в Гааге в понедельник заместитель главы делегации Лиги арабских государств в Брюсселе Абдель-Хаким Эль-Рифаи заявил, что израильская оккупация Палестины является оскорблением международного правосудия. Он напомнил об арабской мирной инициативе 2002 года, которая предлагала полную нормализацию отношений со всеми арабскими государствами в обмен на то, что Израиль будет выполнять только ранее принятые обязательства. Ральф Уайлд, старший юрисконсульт Лиги арабских государств, прокомментировал предложение США, Великобритании и Замбии о законе, который оправдывает так называемую пропалестинскими странами оккупацию до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение, отвечающее потребностям Израиля в безопасности. По словам Уайлда, чтобы положить конец незаконности, Израиль должен отказаться от своих притязаний на суверенитет над палестинской территорией, а все поселенцы должны быть немедленно удалены. Это дело было передано Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2022 года. Израиль отверг легитимность последних слушаний, заявив, что они призваны нанести ущерб праву Израиля на защиту от экзистенциальных угроз и диктуют результаты дипломатического урегулирования без каких-либо переговоров. Бельгия. Протестующие фермеры вызвали хаос в Брюсселе в понедельник. Сотни людей проехали на тракторах по европейскому кварталу и перекрыли улицы вокруг штаб-квартиры Европейской комиссии. Сбор совпал с заседанием Евросоюза, на котором обсуждались изменения в единой сельскохозяйственной политике. По сообщениям СМИ на акцию протеста приехало около 900 тракторов. Германия. Сотни фермеров собрались на митинг на склоне горы Михайсберг в городе Зигбург в знак несогласия с политикой правительства Германии в сфере сельского хозяйства. На момент публикации официальной информации о задержаниях не поступало. Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемер заявил, что субсидия на сельскохозяйственное дизельное топливо будет сокращаться в течение нескольких лет. По словам политика, в 2024 году компенсация уменьшится на 40%, а в 2025 и 2026 годах еще на 30%. Таким образом, субсидия будет полностью отменена к 2026 году, а не к 2024, как планировалось ранее. Несмотря на уступки правительства, фермеры требуют отказаться от решения о полной отмене льгот. Тракторные протесты и блокирование основных автомагистралей происходят по всей Европе в последние месяцы. В них принимают участие тысячи фермеров во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Турции и других странах. Среди основных проблем высокая себестоимость продукции, повышение налогов, бюрократические проволочки, стоимость топлива, экологические нормы, действующие в рамках Евросоюза и дешевый импорт, например, из Украины, после того, как Евросоюз приостановил действия тарифов и квот на фоне конфликта с Россией. Аграрии требуют изменить общеевропейское законодательство в сфере сельского хозяйства, снять многочисленные ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой зарубежной продукции. Новости России. Ракету-носитель «Союз-2.1Б» с гидрометеорологическим аппаратом «Метеор-М» и 18-ю российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установили на стартовом комплексе космодрома «Восточный». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос» в понедельник после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску, говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что пуск ракеты планируется на 29 февраля в 14.43 по местному времени. Премьер-министр Йемена Ахмед Ават Бен Мубарак в понедельник впервые прибыл в Москву с официальным визитом. Бен Мубарак был назначен главой правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел. Россия стала первой страной, которую глава йеменского Кабмина посетил в новой должности. Политик проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, обстановку на Ближнем Востоке, а также роли России в содействии установления безопасности и мира в Йемене. Йеменская шиитская группировка «Ансар Аллах» в ходе гражданской войны 2014 года захватила столицу Йемена город Сану и фактически является руководящей силой в стране. В Центре общественных связей ФСБ в понедельник сообщили о задержании в 22 регионах России 49 подозреваемых в причастности к сбору и перечислению средств Международной террористической организации Катиба-Таухид-Валь-Джихад, признанной террористической на территории Российской Федерации решением Московского окружного военного суда от 5.07.2019 На кадрах сотрудники ведомства задерживают предполагаемых участников террористической сети в различных городах страны. Задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков. Кроме того, отдельные из них с использованием интернет-ресурсов распространяли в мусульманской уме Российской Федерации радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности, говорится в сообщении ФСБ. Посол и постоянный представитель ЮАР в ООН Нксолиси Нкоси во время интервью в Москве в понедельник заявил, что Израиль полностью игнорирует и не принимает во внимание решение Международного суда по делу о геноциде, возбужденному ЮАР против Тель-Авива. Он добавил, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы оказать давление на Израиль, в том числе в Международном уголовном суде и Совете Безопасности. Комментируя ВЕТА, наложенное США на резолюцию ООН с призывом к прекращению огня в Газе, Нксолиси Нкоси обвинил Вашингтон в злоупотреблении своим правом ВЕТА и призвал уйти от гегемонии США к более многополярной системе, где все будут иметь равный голос. Также дипломат рассказал о своем прошлогоднем турне по США, заявив, что послание ЮАР было хорошо воспринято в США, поскольку страна исторически имеет прочные связи с американскими гражданами, а не с правительством. Нкоси также отметил, что протестующие в США поддерживают палестинцев, потому что люди, цитата, «сыты по горло» миллиардами, которые тратятся правительством США на поддержку и вооружение Израиля в ущерб собственному населению. Переходя к внутренним проблемам Африки, посол ЮАР ВОН подчеркнул необходимость деколонизации континента и использования природных ресурсов на благо африканского населения. Наконец, Солитин Коси выразил свое видение будущего развития континента как единой Африки, говорящей одним волосом. Комментарии Нкоси прозвучали после того, как Международный суд ООН провел шестидневные слушания по делу о поведении и практике Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил Специальных Операций во вторник. По словам президента, укрепление Сил Специальных Операций важная задача армии и флота России. Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную, ратную службу и личное мужество. За верность, присяги и долгу. Профессиональный праздник военнослужащих Сил Специальных Операций ежегодно отмечается в России 27 февраля с 2015 года. Новости нашего региона. Еженедельные данные о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Воронежской области, Черноземье, России и мире в нашем обзоре. По данным сайта объясняем.рф за неделю с 19 по 25 февраля выявлено 26 623 случаев коронавируса. Умерло 65 человек. Ситуация с заболеваемостью ковид-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 755 новых заражений коронавирусом. В Липецкой 168, в Курской 36, в Белгородской 190, в Тамбовской 161. За неделю в Москве и в Санкт-Петербурге умерло по 13 человек. В Свердловской области 6, в Ярославской 4. За все время пандемии в мире выявлено 703 миллиона 691 тысячи случаев коронавируса. Умерло 6 миллионов 986 тысяч человек. Более 100 тысяч воронежцев проголосуют дистанционно на выборах президента России. 119 тысяч 752 избирателя подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по состоянию на 26 февраля, сообщают в облсберкоме. Также подано почти 33 тысячи заявок о голосовании на избирательных участках по месту нахождения. Заявления о желании проголосовать дистанционно или по месту пребывания будут приниматься до 11 марта. Количество поданных заявлений уже превышает количество заявлений, которые подали избиратели для участия в выборах губернатора региона в сентябре 2023 года. Тогда в систему ДЭХ поступило более 72 с половиной тысяч заявок. Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Олеся Алисюк, 41 канал. В Воронеже с рабочим визитом побывал министр просвещения Сергей Кравцов. Ему рассказали о планах построить рядом с мегашколой несколько спортивных объектов и самый большой детсад в стране. Крупнейшая школа России образовательный центр Содружества рассчитана на 2800 учеников. Ее возвели белорусские строители в рамках нацпроекта «Образование». Во время визита в Воронеж министра просвещения Сергея Кравцова ему рассказали о том, что рядом со школой появится детский сад на 600 мест, а еще несколько спортивных комплексов. Эти объекты, по словам мэра Вадима Кстенина, станут важными социальными составляющими развития городского квартала в районе Московского проспекта, улицы Ломоносова и академика Конопатова. Санитарные врачи бьют тревогу. С начала года в Воронежской области уже зафиксировано несколько случаев бешенства у животных. За первый месяц 2024 года в Воронежской области после проведения лабораторных исследований специалисты выявили четыре случая бешенства. Смертельно опасная болезнь была обнаружена у двух кошек и двух собак в четырех районах области. При этом пострадало 10 человек. Что интересно, в прошлом году январь прошел без зарегистрированных случаев бешенства. К счастью, последний раз человек в нашем регионе заразился бешенством в 2009 году. Тем не менее, санврачи советуют покупать животных только с документами ветеринарного освидетельствования, проводить вакцинацию своих домашних питомцев, не гладить и не кормить безнадзорных животных, а тем, кто входит в группу риска, это охотники, ветеринары, лесники, обязательно сделать прививку от опасной болезни. Госавтоинспекция Воронежской области подвела итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога». За время его проведения было пресечено 772 административных правонарушения. С 23 по 25 февраля на дорогах региона проходила профилактическая акция «Безопасная дорога». 67 водителей были привлечены за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отказ от прохождения освидетельствования, за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Помимо грубых нарушений правил дорожного движения было выявлено 57 нарушений в отношении перевозки детей без автокресла, 48 инцидентов, не предоставление преимущества пешеходам, а также 41 нарушение ПДД пешеходами. Виктор Шацкий, 41 телеканал, Воронеж. Цены никогда не стоят на месте, они все время меняются. В прошедшем январе сильнее всего подорожали сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, шоколадные конфеты и зеленый чай. Как живут воронежцы и на что им хватает денег, расскажем в нашей постоянной рубрике «Потребительская корзина». Подорожали овощи, на их рост цен оказал влияние сезонный фактор. Сильнее всего выросла цена на картофель, репчатый лук, свеклу и морковь. Стоимость выросла от 6 до 24 процентов. Общая инфляция в январе составила 0,3 процента. Пока картина драматично не выглядит. Хоть, впрочем, как и всегда, доходы за ценами не поспевают. Проблема в чем? Это вот сейчас перед выборами цены не повысили ни на свет, ни на газ. Сейчас выборы пройдут и опять еще накинули. Как пенсию на тысячу прибавить, так цены в два раза вырастают. Жили хорошо, стали лучше жить. Прекрасно. Ну вот вы на чем-то экономите или хватает на все? Ну как вы думаете, на эту пенсию проживешь? Стоило подсолнечное масло 89, сейчас все с лишним. Хлеб и то подорожило, ну и все такое. На пенсию много не возьмешь. Ну вы как делаете? Экономите? Ну как экономлю? Зайдешь в магазин, берешь что-то, да? Если ромда не хватает, она тебе не дает ничего. Экономисты говорят, цены будут расти, потому что нужно компенсировать издержки. Из-за подорожания импортной продукции, трудностей с логистикой и дефицита кадров. Как видим, причины остаются теми же. Предположительно, нас ждет рост цен от 5 до 20% на молочную продукцию, кофе, рис и кондитерские изделия. Вероятнее всего, что годовая инфляция составит 10-15%. Такой рост называют ползучим. Нам хватает, потому что получаем две пенсии, и еще муж работает. А так на одну пенсию. Я никогда не пробовала еще пока, поэтому сомневаюсь. Мы старые закалки, мы вообще экономим. Мы привыкли экономить, чтобы было еще и детям, и внукам. Но есть и хорошие новости. В январе подешевели свинины без кости, куриные окорочка, пельмени, сельдь, куриные яйца, гречка и огурцы, лимоны и апельсины. Цены на всю эту продукцию снизились до 16,5%. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,6%. Медикаменты стали дороже почти на 5,5%. Услуги выросли на 1,5%. Эксперты говорят, сдерживание цен приведет к дефициту продуктов и товаров. Нужно контролировать монополистов и не допускать сговоров. А также нужно увеличивать доходы населения. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. Наступивший 2024 год високосный. Во все времена его опасались. Многие считают, что в это время происходят различные катаклизмы. Стоит ли верить подобным предсказаниям? И что думают о суевериях високосного года воронежцы? Тему продолжит Галина Жукова. Високосный год отличается от обычного тем, что в нем 366 дней вместо привычных 365. Один дополнительный день 29 февраля бывает раз в 4 года. Воронежец Сергей – один из тех, кто родился в этот необычный день. Ну вот 60 лет будет, ну или 15, как скажете. Чтобы не портить жизнь сыну, признается Сергей, родители его записали на 28 февраля. Почему-то именно високосный год у нас ассоциируется с различными катаклизмами и приметами, в которые многие из нас искренне верят. А что это за год такой? Как что за год? Год не очень хороший. Да, мужское население страны умирает, говорят, високосно. Он как-то вот ассоциируется вот с тем, что он какой-то неординарный этот месяц бывает. Ну и, соответственно, год. Как обычно, как правило, не нравится он, что-то нехорошее может произойти в високосном году. Ну вы же понимаете, что это просто суеверие. История суеверий, связанная с високосным годом, уходит своими корнями в прошлое. На Руси 29 февраля называют Касьяновым днём, а сам год – Касьяновым годом. Считалось, рассказывает краевед Ольга Дедова, что преподобный Касьян Римский несёт неудачи. В народе говорят, Касьяна траву – трава сохнет, Касьяна скот – скот сдохнет. Впрочем, подобные приметы не имеют научного подтверждения. Главное, как мы сами к этому относимся. Наши люди придумали, это очень интересная придумка, что был такой святой Иоанн Касьян Римлянин, который там вверху, будучи светлым ангелом, проболтался и всем своим альтернативным друзьям рассказал, что Господь их с неба сгонит. Из-за болтливости его наказали. Он, правда, раскаялся, но наш язык – враг наш. Поэтому ему в качестве наказания три года постукивают по лбу молоточком, а на четвёртый год дают отдохнуть. И вот этот четвёртый год, когда он вне наказания, он открывается вот таким как бы у нас, вот таким неудачным. Есть ещё одна красивая легенда, связанная со святым Касьяном. Он был страшником ада. Три года он сторожит ворота ада. На четвёртый год он уйдёт поспать. А в это время, значит, с ада выскакивают все, кому не лень. И вот тут этот год четвёртый устраивает. В народе существует масса примет, чего не стоит делать високосный год. Если присмотреться к этим суевериям, можно увидеть, что под запрет попадает практически всё, что так или иначе может изменить жизнь человека. Ну, во-первых, четыре года – это определённый цикл. И как бы мы ни крутили, это существует в природе. А приметы, они все очень объяснимы. Допустим, вот говорят, что нельзя делать високосный год. Нельзя переезжать. Переезжать – это вообще проблема. Нельзя ничего дорогого, большого покупать. Это тоже проблема. Ограбят, убьют, и вообще деньги все потратятся. Нельзя, значит, жениться. И в этот год нельзя собирать грибы. Действительно, грибницы за четыре года накапливают ядовитые вещества, и четвёртый год ими пропитываются грибы. Это тоже совершенно определено физиологически. Но чтобы всё-таки брак был удачный, народ придумал интересные такие, как бы, откупы. Во-первых, невеста должна быть обязательно с длинной фатой, а жениху несчастному под пятку кладут монеты. Любопытно и происхождение самого названия високосный, у которого есть несколько интерпретаций. Некоторые ошибочно считают, что главный корень в нём от русского слова «косить». Однако это не так. Название високосный изначально пришло из латинского языка. То, что считается, что он косит, это называется народная или ложная этимология. На самом деле в старославянском языке есть слово «високось», то есть увеличение, добавление. Есть вторая версия, что название пошло от слияния двух слов «вис», «косус», то есть второй, шестой. А вот, ну, естественно, русский язык его переделал. На самом деле никакой косьбы здесь не происходит. Обычный календарный год состоит из 365 дней. Однако значение это приблизительное. На самом деле Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 5 часов 49 минут. Это так называемый тропический год. За четыре года эти почти шесть часов складываются в целый лишний день, который приходится на 29 февраля високосного года. Еще при Юлии Цезаря установили, что наша Земля вокруг Солнца вращается, имеется четыре вот эти время года, весна, лето, осень, зима, и не хватает шести часов, которые прибавляли к этому. Но прибавлялись до того, что получилось 24 часа ненужных, то есть сутки. И жрецы, естественно, все перепутали, прибавляли через три года. Но потом пришел Папа Римский Георгий XIII и стал у нас календарь Григорианский. В то время римляне исчисляли дни в виде количества суток, оставшихся до наступления следующего месяца. Они создавали дополнительный день между 23 и 24 февраля, что и означало второй шестой день. А уже после его перенесли на 29 февраля. Именно этот лишний день появляется на календаре раз в четыре года. Любовь високосный год совершенно такой же, как и все остальные нормальные года нашей жизни. Просто есть определенный набор суеверий, людям это нравится. Люди в этом привыкли жить, это создает некоторое разнообразие в жизни. Люди сами себе ставят программы определенные в этот год. И на этом деле паразитируют очень многие товарищи, которые у меня от себя предсказателями, гадалками и прочее. Это нормально. На самом деле ничего тут мистического нет. Все это не более, чем отражение обычного страха перед будущим. Но каждый из нас волен сам решать, каким будет для него високосный год. Счастливым или не очень. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронеже состоялся футбольный товарищеский матч между командами болельщиков и союза ветеранов футбольного клуба «Факел». Подробности в сюжете. Игра состоялась в преддверии годовщины образования союза ветеранов футбольного клуба «Факел». На футбольном поле определить сильнейшего встретились болельщики воронежского клуба и бывшие игроки команды, а ныне члены союза ветеранов. Игра прошла в формате 8 на 8. Было интересно и, скажем так, наверное, поучительно для болельщиков. Посмотрели, как футболисты, ветераны играют. Может быть, они не так физически готовы, но техническое исполнение великолепно. В составе ветеранов – любимые игроки футбольной команды, такие как Аганес Мхитариан, Александр Бескровный, Александр Черкес и многие другие кумиры болельщиков. Наставниками выступили известный в прошлом игрок и главный тренер команды Сергей Савченков, а также Валерий Ниненко – специалист, выводивший факел в 1999 году в высший дивизион. Вот, приятно, что пригласили нас. Спасибо, что организовали такой мини-турнирчик, можно сказать. Это товарищескую игру, поэтому только приятные впечатления от игры. Игра вызвала огромный интерес у болельщиков команды. На стадионе поддержать своих товарищей, а также поболеть за ветеранов, собралось около 200 человек, что явилось очередным доказательством огромной любви Воронежа к команде. Поддержать ветеранов приехали также игроки команды, которые не смогли выйти на поле. Эмоции тоже положительные, потому что с ребятами встретились, с кем играл, кто у нас тренерами были там. Сергей Савченков, Владимир Борисович Кудмарев, Сашенко, Геннадий Владимирович. Приятно с ними встретиться, пообщаться. Ну, праздник футбола опять же. Игра получилась очень красивой и динамичной. В каждом эпизоде шла борьба за мяч вне зависимости от участка поля. Союз ветеранов показал отличную игру и одержал победу со счетом 4-3. Довольно-таки интересная игра с болельщиками. Я думаю, все получили удовольствие. Потому что такие встречи нужно практиковать. У нас есть союз ветеранов. Мы по-любому будем. Потому что к нам лицом повернулось руководство. К ветеранам такого давно уже не было. И сейчас мы просто обязаны на все матчи приходить, участвовать. Обязательно приду, конечно. Я говорю, положить мне эмоции, которых сейчас, к сожалению, хватает. После финального свистка болельщики устроили настоящую овацию футбольным командам. Праздник футбола удался и прошел на высшем уровне. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»